Слуга народа проходит проверку на прочность Слуга народа проходит проверку на прочность Депутаты от партии президента Украины выясняют, кто из них коррупционер Коммерсант от 28 октября 2019 года, 19.42 Партия Слуга народа проводит вечером 28 октября закрытое заседание своей фракции в Верховной Раде Украины Оно посвящено громким скандалам во фракции с взаимными обвинениями в коррупции Уголовными расследованиями, проверкой депутатов на детекторе лжи и прочими эксцессами Спикер Рады Дмитрий Разумков уверяет, что ничего страшного не происходит Идет нормальная внутрипартийная дискуссия Однако, как считает корреспондент твердый знак Матвей Шиманов На кону существования президентского большинства в Верховной Раде Коррупционный скандал в президентской фракции вспыхнул в середине октября После того, как в интервью изданию «Левый берег» глава фракции Давид Арахами сообщил Что его коллег пытаются подкупить представители неких групп влияния Цель последних не допустить принятия пакета законов Осложняющих работу офшорных компаний и вносящих уточнения в процесс оценки стоимости недвижимости По данным господина Арахами, его однопартийцам, входящим в Комитет по финансам, налоговой и таможенной политики Предлагались взятки в размере 30 тысяч долларов За пропуск тех заседаний, в ходе которых рассматривались эти законопроекты Депутат рекомендовал журналистам следить за результатами голосования и обратить особое внимание на тех их слуг народа Кто не придет на голосование или выскажется против принятия законопроектов Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахами Фото Иван Коваленько, коммерсант Господин Дубинский, кстати, является заместителем главы упомянутого в заявлении САП Комитета Рады и голосовал против принятия офшорных законопроектов Вскоре после этого голосования он сообщил, что офис президента Владимира Зеленского потребовал от него и его коллег по комитету пройти тестирование на детекторе лжи, чтобы доказать отсутствие материальной заинтересованности в отказе поддержать проекты 23 октября Александр Дубинский прошел тестирование, а 28 опубликовал его результаты в Facebook Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности ожиданию и получению неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или каких-либо других за содействие в продвижении законопроектов по просьбе каких-либо лиц, говорится в этом документе В один день с господином Дубинским тест на детекторе лжи прошли ряд других депутатов, но результаты этих исследований нигде не опубликованы Тогда же тест собирался пройти и Давид Арахами, а он и Александр Дубинский в эфире одного из украинских телеканалов договорились о совместном испытании на полиграфе Надо сказать, что два эти политика не очень симпатизируют друг другу По данным Твердый знак, Александр Дубинский был одним из главных претендентов на пост главы фракции Однако в конце концов в офисе президента решили назначить на эту должность не связанного с Игорем Коломойским журналиста, а бизнесмена и волонтера Давида Арахамию Однако господину Арахами в прохождении теста в тот день было отказано у полиграфолога Отсутствовали вопросы, подготовленные для главы фракции, поэтому его тест был перенесен на следующий день Вопросы для испытания Давида Арахами подготовили Александр Дубинский и его коллеги по Комитету по финансам, налоговой и таможенной политике К вечеру 28 октября результаты этого исследования еще не появлялись в открытом доступе К проверкам на полиграфии, которые, к слову, в украинских судах не рассматриваются в качестве доказательств, оказалось приковано так много внимания, что комментировать тестирование на детекторе лжи Пришлось главе партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову Выступая в эфире телеканала ICTV, он раскритиковал своих коллег, устроивших выяснение отношений при помощи полиграфа По его словам, он также надеется, что взятки депутата его у фракции не брали и следствие сможет это установить Какую страну строят Владимир Зеленский и его соратники? Господин Разумков не скрывал своего недовольства скандалом, спровоцированным двумя депутатами из его партии Ведь глава парламентской фракции открыто обвинил своих же коллег в коррупции Но сообщил, что не считает это свидетельством внутрифракционного раскола И добавил, что не рассматривает возможность замены Давида Арахамии на кого-то другого Я не думаю, что сейчас можно говорить о том, что фракция разваливается Такой большой фракции никогда не было в украинском парламенте Сегодня у нас 252 человека В такой большой фракции всегда будет дискуссия, заметил господин Разумков Коррупционные скандалы вынудили партийное руководство созвать сегодня вечером срочное заседание парламентской фракции «Слуги народа» Журналистов и депутатов от других фракций туда не пустили За несколько часов до начала встречи источник «Твердый знак», близкий к офису президента Украины, сообщил Что на этой встрече депутаты «Матслуги народа» собираются в самый последний раз напомнить о том Что руководство государства не собирается терпеть коррупцию в президентской фракции Президент потребовал навести порядок и всех, замазанных взятками Невзирая на фамилии и заслуги, вышвырнуть из Рады и отдать под суд Начали с полиграфов, но этим дело не закончится К расследованию подключатся специалисты из соответствующих органов Есть готовность превратить фракцию в эталонно-честную Даже если для этого некоторых из депутатов придется отправить за решетку Предупредил источник «Твердый знак»